Это большой вечер, это прямой эфир, это телеканал Ньюз Ван. Сергей Лещенко, народный депутат Украины, вместе со мной в студии. Сергей, я вас приветствую. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей, я поздравляю вас с Новым годом и с наступающим Рождеством. Спасибо, вас также. Вы в новогодние праздники. Всех наших зрителей точно так же в празднике. В Украине. Ну, я вернулся, я был вместе со своей супругой, она, вы знаете, диджей, об этом знает вся страна. И она, как музыканты многие, работала новогоднюю ночь, у нее было выступление в Риме, и я был вместе с ней. Она работала, я ее сопровождал. Ее было... Я почему спрашиваю? Во-первых, потому что по-человечески интересно. Дурная каникулы, потому что она работает. А во-вторых, потому что ваших коллег приятно видеть в телевизионных студиях первые числа января. Ну, это радует, что в стране, что в принципе так или иначе в таком рабочем настроении, да, на рабочий лад настроены. Немногие народные избранники сейчас в Украине. Не знаю, к счастью или к несчастью, во всяком случае. Как минимум, у кого-то есть деньги, раз они ездят за рубеж и отдыхают. Как минимум. Где президент, кстати, тоже интересный вопрос. В стране произошло за неделю много событий, а президент как воды в рот набрал. Значит, его нет в Украине, и его отъезд широко общественности не был сообщен. Поэтому, я думаю, отдельный вопрос, где у нас президент находится. Но если не был сообщен отъезд, не значит, что был отъезд, да. Но, во всяком случае, в медийном пространстве, да. Это где-то на Мальдивских островах. Этих. У президента уже было пару выездов на Мальдивские острова. Рабочая поездка. Он арендует полностью весь остров для его услуг. Весь остров? Да, весь остров арендуется для президента и его семьи. И это уже было несколько раз. Докладывали, скажем так, источники, информированные, как это происходит. Остров принадлежит там чрезвычайно зажиточным людям. И вот он там отдыхает. Никому об этом не сообщается, конечно. Хотя закон обязывает его декларировать, такие расходы. Они превышают порог декларирования, который можно не декларировать. Он ездит, но не декларирует. Но это мелочи по сравнению с другими нарушениями, которые он допускает в части предотвращения коррупции. О президенте, о происходящих в стране событиях и многом другом будем говорить. Но начнем традиционно с дайджеста. Все самое главное за сегодняшний день в изложении нашей редакции. Пожалуйста. Продолжение следует... МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА МОЖЕ ПІДВИЩИТИСЯ ВЖЕ НА ВЕСНІ, заявили в Мінфіні. В разі підвищения в уряді обіцяють врахувати інфляційні ризики. Старт є декларування. Депутати і чиновники активно вносять зміни до звітів про доходи. Саакашвілі заочно засудили у Грузинському суді. Політику дали до трьох років в язниці через звинувачення у зловживанні службовим становищем за часів президентства. Дякую за перегляд! Прочту, а Сергей, не сомневаясь, отреагирует. І в фейсбук на нашій страничці, Ньюзуан ТВ, також можете писати. Я отслеживаю тоже ваші комментарии здесь под соответствующей публикацією. А начнем, в частности, с такого. Три года тюрьмы. Такой приговор Михаилу Саакашвілі заочно вынес грузинський суд. Політика обвинили в превышении полномочий во время президентства. В решении суда говорится, что третий президент Грузії досрочно помиловал четырех осужденных сотрудников полиции за убийство банкира Сандро Гиргливиани. Суд установил, что Михаил Саакашвілі якобы нарушил установленную законным процедуру, амнистировав заключенных в обход комиссии по помилованию. Сам Саакашвілі все обвинения отвергает, а дела против нього в Грузії называют сфабрикованными. По мнению политика, таким образом готовится почва для его экстрадиции в Грузию. Хотя это и незаконно, считает Саакашвілі. Согласно Конституции Украины и законам Украины, постоянно жителям Украины, кем я являюсь, даже если считать, что я особо безгромадянство, что юридически очень спорно, но никто не может оспорить факт, что я постоянно житель Украины. Постоянно жителям Украины нельзя экстрадировать другую страну. Политическим решением грузинского суда считает и экс-глава украинской национальной полиции Хатя Дагнаидзе. Говорит, оно не предусматривает экстрадиции Саакашвілі в Грузию. Слушаем. По закону нельзя. Настолько я понимаю, знаю, украинское законодательство, конечно, нельзя, понимаете. Но вот если там логически мы думаем и логически мыслим, да, почему в Грузии они ускорили очень серьезное дело. Почему? Потому что когда я слушала заключительное слово обвинения, ну там просто, это абсурд какой-то. Тем временем в Генпрокуратуре заверили проверка по экстрадиции Саакашвілі проводится согласно украинскому законодательству. А определить, есть ли решение суда в Тбилиси основанием для экстрадиции, должно Министерство юстиции после окончания данной проверки. Сергей, на ваш взгляд, я понимаю, что вы не юрист, но все же, по вашим оценкам или по ощущению вашему, по вашей политической интуиции, скажите, пожалуйста, на нее опираясь, это основание для экстрадиции Саакашвілі, решение грузинского суда. Независимо от того, законно это, незаконно, они это будут делать, потому что такая политическая цель. То есть в одних случаях закрываются глаза, например, лично я направлял, вот я сейчас читаю, вы правильно сказали, что мы работаем в этой неделе, и сегодня в почту как депутата пришло письмо от Государственной миграционной службы Украины, того самого органа, который лишил Саакашвілі гражданства. И вот, читаю вам письмо, оно у меня в почте, что оно касается Поклонской. Поклонская это бывший прокурор Крыма, сегодня депутат Госдумы России. Как вы понимаете, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы России, не имея российского гражданства. И вот Государственная миграционная служба Украины пишет на мое обращение по поводу того, что, а что с Поклонской в Инферии разобраться, как с Саакашвілі? Они пишут, на сегодня Державная миграционная служба не имеет документально подтвержденной информации для порушения вопроса про втрату гражданства Украины Поклонской. Не имеет. То есть она депутат Госдумы России, которым она не могла стать в принципе без гражданства России. А у них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины, о двойном гражданстве. То есть тут очевидные вещи. С Насировым. Это официальное письмо? Конечно. Сегодня оно пришло в депутатскую почту. Опубликуйте в Фейсбуке. Мы тоже поинтересуемся в миграционном. Я не сомневаюсь в том, что вы правду говорите. Да, конечно. Это письмо. Мало того, что известный депутат, одиозный депутат Государственной Думы Российской Федерации, но может быть миграционная служба не в курсе. С Насировым точно так же я слал обращение и в СБУ, и в миграционную, и везде. Правительство Великобритании признало его своим гражданином. Есть письмо. Об этом посол еще сказал. Вы не хотите никаких мер предпринять? Нет? Ответа? У нас нет официальных подтверждений, мы ничего не знаем. Когда у Саакашвили точно так же принимается абсолютно другое решение лишить гражданства? Вопрос ведь не в Саакашвили. Кто-то поддержит, кто-то считает его политиком, который не должен быть в Украине. Не важно. Вопрос в том, что здесь двойные стандарты. И как Янукович использовал закон и правосудие в своих политических целях? Кого-то сажал в тюрьму, а кому-то давал миллиарды на разграбление. Так и здесь. Кого-то лишает гражданства, а кому-то дает доить Украину, как дойную корову. То есть, когда нужно, используют этот инструмент для сведения политических счетов. Хотя, как вы знаете, нельзя лишать гражданства Украины. Это запрещено нашей Конституцией. Вот именно в этой ситуации я говорю, что не имеет значения, что по закону будет написано. Цель стоит, конечно, ограничить влияние на украинскую политику тех, кто оппонирует для недействующего президента у страны. И для этого используют всю палитру, которая есть в руках у президента. И лишать гражданства, и возбуждать дела, и травить там ботами, троллями, использовать всевозможные технологии и так дальше. И мусорные скандалы. То есть, будут. Это будут использовать, чтобы лишить Саакашвили влияния на украинскую политику. Или путем изоляции, или путем депортации, или путем высылки и так дальше. Будут. Но при этом, трудно же отрицать Сергея тот факт, что если бы была политическая воля, до сих пор сохранилось бы желание, то экстрадировать Саакашвили могли бы и без решения Тбилисского суда об осуждении. Ну, просто было бы желание или возможность, например, экстрадировать. Или одобрение наших партнеров, например, экстрадировать или депортировать. Я имею ввиду европейских партнеров, американских. Ну, так усиливается правовая позиция и политическая позиция. Все-таки человек, вот, осужден, вы же говорите, Грузия демократия, вот, это признано и так дальше. То есть, это будут использовать для того, чтобы снизить градус там и протеста, и несогласие в украинском же обществе, если Саакашвили все-таки вышлет из Украины. Хотя, я скажу, что сегодня был комментарий Георгия Марквилашвили, президента Грузии, который очень обеспокоен. Я, кстати, был вот в Грузии в сентябре и с ним лично общался, познакомился. С президентом очень такая нейтральная фигура. Олигарх грузинский Бедзина, он решил, что это будет его карманный президент, а он отказался быть карманным президентом, и он ведет себя очень независимо, хотя с Саакашвили у них своя там история взаимоотношений. И вот действующий президент, он сказал, что то, за что осудили Саакашвили, это очень опасно, потому что, по сути, ставится под сомнение законная полномочия президента амнистировать граждан своей страны. И он, как ныне действующий президент, который пришел вместо Саакашвили, тоже опасается, что Бедзине может что-то сбрести в голову, и он уже будет его преследовать за то, как он себя вел, будучи президентом Грузии. То есть, осуждать за то, что президент исполняет свои полномочия, амнистировать это прямая полномочия президента, это, как минимум, странно. Поэтому вся эта история выглядит, знаете, как такой действительно договорняк на рождественских каникулах, чтобы получить на руки решение, что, оказывается, не просто какого-то Саакашвили там депортировали или выставили, а уголовника, который уже получил вердикт суда. Договорняк между Украиной и Грузией вы имеете в руководство страны? Не только между Украиной и Грузией, но и между Бедзиной, президентом Порошенко, возможно, русскими, возможно, другими олигархами. Потому что в Грузии, на самом деле, процессы очень интересны. Там, точно так же, как в Украине, есть суперолигарх, который, в отличие от украинского, который сидит на банковой, тот сидит на горе. И тот сидит возле ботсада, и тот даже не имеет никакой должности. Его даже нельзя, знаете, свергать, потому что нет куда свергать. Он просто руководит всеми, как марионетками, и, соответственно, Саакашвили тоже расправляется, имея влияние на силовую и судебную веть. Но президент Грузии вышел из-под контроля, и теперь у них мечта это сделать так, чтобы президент Грузии избирался в парламенте, чтобы не было больше прецедентов, когда кто-то избрался и решил, что он не должен подчиняться этому олигарху. Поэтому там внутри грузинской политики тоже свои интриги. Вот. Именно поэтому я и спрашиваю, заинтересованы ли в Грузии, чтобы Саакашвили вернули, экстрадировали. Заинтересована часть политикума, часть политикума нет. Вот. Вот тут и нюанс. Я думаю, что Марк Велошвили в Грузии точно это не нужно, потому что у него свои амбиции. Он сам президент, он хочет переизбираться, быть независимым, чтобы на него Бедзина не влиял. А у Бедзина свои планы. Использовать Саакашвили для того, чтобы мобилизировать своих избирателей. Точнее, не своих, он никуда не баллотируется, я сказал. Он ни на должности не занимает, но на все влияет. Сидя у себя в резиденции. И без избирателей, да. Так тоже бывает и в Украине в том числе. Значит, олигарх не один, которого вы имели в виду, да? Ну, супер олигарх. Или тот супер олигарх. Вы о президенте говорите? О президенте Порошенко сказал. Сидит на банках у нас. У нас хотя бы олигарх, который вот, у них он вообще не сидит просто в своем дворце, в ботсаду. А у нас сидит на банках. Управляет из кресла президентом. Много телефонных звонков у нас, Сергей. Давайте послушаем и телезрителей. Добрый вечер. Как вас зовут? Вот, с Новым годом наступившим вас. Меня зовут Сергей. Отлично. Да, Сергей, пожалуйста. Тюзка. Сварнесенская, это Николаевская область. Я мне надо задать вопросик. Скажите, пожалуйста, вот Саакашвили вам призывая всех, чтобы выводили людей на демонстрации, и каждую партию желательно побольше людей выводить. Как вы думаете, почему ее никто не поддерживает? Понятен вопрос. Да, Сергей, большое спасибо. Привет Вознесенску. Саакашвили, это украинский политик. У нас в украинской политике на сегодняшний день нет явных лидеров, во-первых. То есть не сказать, что там, знаете, есть как в России, там, или даже как там в Молдове где-то, человек, который вот имеет там авторитет внутри общества. У нас много политических лидеров, и никто, мне кажется, не способен сегодня, знаете, там, поднять Майдан. Возможно, это и хорошо, потому что время Майданов прошло, пришло время требовать от власти исполнения обещанного на Майдане, а также наказания тех, кто занимается преступлениями в стране, начиная от коррупции, заканчивая, там, преступлениями против человечества, человечности. Поэтому, то, что нету поддержки, это не значит, что ее нет, во-первых, потому что в Киеве были достаточно большие акции протеста, в то же время, конечно, факт в том, что люди не выходят напрямую... Почему политические партии не поддерживают другие политсилы? Я думаю, об этом ваш тезка спрашивает. А в этом вопрос, извините, я... Но насколько я понял, может быть, и об общественной поддержке шла речь. Я с этим не взялась, но у нас, начиная с 17 октября, то есть в течение двух месяцев шли акции протеста, где принимают участие и общественные активисты, и депутаты, и просто люди, которые... Но на партийном уровне такой консолидированной поддержки, да, не было судьи? Потому что партийная, мне кажется, во-первых, это пережитки прошлого, знаете, чтобы там был съезд, где все должны поднять мандат и сказать, мы за то, чтобы выступать. Каждый, кто считал нужно, приходил. Я приходил на вечер и выступал с трибуны. Были дни, когда я приходил на вечер, был среди людей, я не выступал. Мы общались просто, находясь равные среди равных. Вообще, мне кажется, даже этот формат интереснее, чем там лезть на трибуну и вещать. Вопрос в другом, что Украина, она беременна изменениями. Мы хотим изменений. Все мы, вы, я, граждане, зритель, нам этот застой надоел. Более того, самая активная, самая продуктивная часть общества выезжает просто. Мы не теряем этих людей. Они едут в Польшу, где их с растертыми объятиями принимают на работу. Если уедут наши лучшие кадры, кто будет работать в Украине и кто будет их замещать? Поэтому нам нужно сосредоточиться на том, что страна требует перемен, а, к сожалению, власть нам предлагает застой вместо этого. Риторику войны, риторику псевдопатриотизма и воровство под этой ширмой. Вот что нам предлагают. Я с этим не согласен и я уверен, что граждане скажут свое слово «нет» как на выборах, так и до выборов, если власть попытается дальше развиваться в этом направлении. О действиях власти и о борьбе с воровством и с коррупцией дальше будем говорить. Ваша профильная тема, Сергей. Больше денег для борцов с коррупцией. В бюджете на этот год прописали увеличение финансирования НАБУ, НАПК и Генпрокуратуры. В частности, финансирование антикоррупционного бюро в сравнении с прошлым годом возросло почти на 11% и составило 857 миллионов гривен. В свою очередь на НАПК выделили почти 684 миллиона. Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 253 миллиона гривен. А это в пять раз больше, чем в прошлом году. Предусмотрели в бюджете больше денег и на Генпрокуратуру. В 2018-м она получит почти на четверть больше средств, а именно 7 миллиардов гривен. По последней официальной информации, за прошлый год НАБУ удалось вернуть в бюджет около 140 миллионов гривен. А вот Юрий Луценко утверждает, что Генпрокуратура вернула государству около 50 миллионов гривен. Биллиардов, да, прошу прощения. Это же деньги Януковича, ну... Ну да, это по словам Генерального прокурора. Но прежде чем браться за финансирование борьбы с коррупцией, необходимо принять новое законодательство. Об этом в нашем эфире заявил трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пескун. Послушаем. Мы выделяем все больше денег на борьбу с коррупцией, разворачиваем систему антикоррупционных органов, которые должны активно бороться с коррупцией. В то же время наше законодательство не успевает за теми требованиями времени, за той сегодняшней, сегодняшним тем, яке складывается в Украине в связи с тем, что Украина погрязла в коррупции. Вот, сейчас о финансировании и законодательстве поговорим. Я хочу, чтобы мы посмотрели на промежуточные итоги нашего вопроса. Мы голосование сегодня посвятили вопросу финансирования антикоррупционных органов, правоохранительных органов. Отже, как увеличение финансирования отобразится на работе правоохранительных антикоррупционных органов? Позитивно або ніяк? Два такие вариантии ответов. Но большинство, сейчас Сергею, бачите, вважает, что ніяк не отобразится. Что с этого привода скажете вы? Вот, смотрите, по-перше, давайте, мне кажется, мы все сплутали, люди все обурені, а вот вы сказали, вот я звернув увагу цифру, фінансирование НАБУ збільшено на 11%. Это индекс инфляции. Ну, яке це збільшение? Это просто фактично индексировали, тобто, на рівень инфляции цього года, видатки, которые они имеют в 2018 году. Если бы их увеличили в 3 или 20 раз, это увеличение. А те, что им просто, они же так же сидят в офисе, платят за электроэнергию, платят за папер, платят за технику, вскорість там есть инфляция. Поэтому я не скажу, что НАБУ в цьому сенсу справедливо дорекает, что им увеличили финансирование. Как раз, если бы им увеличили в 2 или в 3, я бы этим аплодировал, потому что подобается НАБУ, не подобается, но есть очевидные примеры, которых никогда не было в истории страны, если с правоохранительными органами, с их финансированием индексация происходит молниеносно, то если говорить о бюджетных выплатах, о социальных выплатах, о пенсиях, заработных платах и прочим-прочим-прочим, тут индексация не всегда своевременна, увы. Да, Сергей? Тоже нужно это отмечать. Это нужно призвать. Ну вот, например, там в Генпрокуратуре повысили больше, чем на инфляцию, правда? Тоже правда. А что, Генпрокурор показал что? Какую-то динамику реформ в этом ведомстве. Там что? Начали ловить собственных прокуроров коррупционные мер. 50 миллиардов, вы же сказали, вернули в бюджет, по словам Юрия Луценко. Даже между праздниками Рождественского Новым Годом, ну, не хочется ссориться, но, к сожалению, 50 миллиардов вернули по какому решению суда? По засекреченному. Мы с вами как граждане, даже не просто граждане, а депутаты, которые имеют доступ к гостайне. Вот у меня есть доступ к гостайне. У меня есть официальная бумага из отдела, где написано, что я имею доступ. И там мне... Я не могу получить это решение суда, которое якобы 50 миллиардов вернули. А почему его нам не показывают? Потому что это решение фиктивное. Потому что не было найдено каких-то новых доказательств. Они не доказали какую-то, знаете, деятельность, которая вот теперь позволяет эти деньги забрать. Они просто придумали себе историю, нашли бомжа, извините, ну, не бомжа, хорошо, человека, который был подставным директором за 500 долларов к сырокопии паспорта отдал, допросили его. Еще оказалось, что этот человек раньше работал в прокуратуре с тем следователем по фамилии Кулик, который это все провернул. То есть просто подставной. И под это дело изъяли деньги у офшорных компаний, которые в том числе ассоциированы с Януковичем. Я за то, чтобы забрать деньги Януковича и заплатить их в бюджет. Но для этого нужно делать законно. Потому что, например, среди тех денег, которые изъяли, оказались деньги, которые Януковичу не принадлежали. Они были у НАБУ в рамках дела Анищенко арестованы. И абсолютно незаконно, вопреки тому, что на деньги уже был наложен арест, их изъяли. И по сути дела... Но под эгидой генеральной прокуратуры. Ну, под эгидой. И теперь про 50 миллиардов рассказывают. Ну, конечно. После этого выходит генпрокурор, садится, окружает себя журналистами и говорит, что я уже отреформировал генпрокуратуру, теперь я себя вижу уже на более высоких должностях. И хочу еще в стране послужить на еще более высоких. Ну, так давайте уже скажем, что 50 миллиардов Януковича, так называемые, забрали незаконно, для того, чтобы Луценко баллотировался или в президенты, или в парламент, рассказывая всем сказки, как он, оказывается, придя без высшего образования в эту должность, смог, наконец, забрать Януковича и Ники. Ну, не потому, что он следователь хороший, а потому, что просто он занимается пиаром и незаконными действиями в своем кресле. Занимается чистым популизмом. Есть популист, который с вилами бегает по парламенту, есть популист, который плачет на трибуне, а есть популист, который так деньги забирает. Никто же не против, чтобы наказать виноватых. Но давайте это делать законно. Особенно, если ты главный законник страны. Если ты нарушаешь закон, будучи генпрокурором, то тебя это потом догонит бумерангом, потому, что люди, которых ты лишил, например, этого имущества, даже если и справедливо это сделал, но потом они пойдут в Европейский суд прав человека, и Украина это будет возвращать, и возвращать будет, к сожалению, из бюджета, а не из кромана тех, кто использовал должность для пиара. Финансирование антикоррупционных других правоохранительных органов. Давайте, ну, на примере набора забрались по вашему индексации. В случае других ведомств это случилось, да, на гораздо больше, чем просто коэффициент индексации. С целью просто получить внутреннюю лояльность Луценко, чтобы в ведомстве он чувствовал поддержку свою, чтобы люди исполняли его приказы. В случае агентства, выявленные активы, мне вообще, к сожалению, у них нулевой результат. Я не буду сказать, что это злоумышленно, но как раз эти 50 миллиардов должны были они забрать, и ими управлять, этими ценными бумагами и деньгами, которые есть, а не так, как было сделано. Когда, по сути, тайным решением это забрали в бюджет, и потом же из этих денег, например, заплатили олигархам, аграрным, в том числе, дотации. Ну, то есть забрали у одних, отдали другим. И что касается Назыкак, ну, мне цензурных слов не хватает, чтобы их комментировать. Вы знаете, что после скандала с Соломатиной всплыла полностью вся подноготная эта история. Назыкак, к сожалению, управляет с администрацией президента. Но вскрылось и что? Ну, то есть мы получили информацию из уст Анны Соломатиной, да, подтверждение, которое в судебном процессе пока нет. Но и история, вроде бы, я могу заблуждаться, но в медийном пространстве угасает и угасает. Генпрокурор, спасая эту всю верхушку от скандала, забрал дело от НАБУ и отдал это в СБУ к Дену, благополучно, и померло. Вот такая история. Я возмущен, как и вы, и как депутат, и делаю все для того, чтобы такие истории не заканчивались просто спуском в унитаз. Но прийти к власти мы сможем после выборов для того, чтобы эти истории продолжить, а не просто закрыть глаза, сказать, такого не было и все. Нет, конечно же... Придется уже реанимировать, Сергей, эти дела. Как это было во времена Януковича. Ведь все думали, что Янукович навсегда. Ну, вспомните, всего 4 года назад все были убеждены, что Янукович будет править до 1926 года, потом какого-то преемника, сына одного или другого. А все вот так, за 3 месяца поменялось. Поэтому, конечно же, нынешняя власть, она тоже боится, что все может произойти очень быстрее, даже быстрее, чем за 3 месяца. Поэтому они, манипулируя, пытаются продлить свое время пребывания в власти. Но я уверен, что люди-то не глупые. Кроме того, что мы об этой коррупции знаем, каждый заглядывает в свои карманы и видит, что у него стало меньше денег. А коррупция – это не просто абстрактные деньги. Вот, например, энергетика. Энергетика – каждый гражданин, который сидит сейчас возле телевизора, он платит за электроэнергию, потому что телевизор работает. Он приготовил пищу, если он электрически, тоже работает. Он включил свет в ванной, тоже электричество. И вот он в конце месяца заплатит счет. И когда он заплатит счет, эти деньги поступят на энергорынок, на госпредприятие. И с этого энергорынка ровно половина денег уйдет в карман Ахметову. Ровно половина. Это та самая коррупция, которая занимается, изымает деньги из кармана каждого гражданинка. Которая не так далеко от нас, как некоторым кажется. Это очень близко. Коррупция, она везде на самом деле. И в продуктах питания, минеральные удобрения, коррумпированным образом завышены цены в Украине. Удобрения идут в почву, растения, продукция сельхозяйственная, потребитель. Конечно, она везде. Поэтому коррупция касается каждого гражданина Украины. От младенца до преклонного возраста. Поэтому о борьбе с коррупцией продолжим говорить. Мы вспомнили о НПК, у Сергея Лещенко, да и не только у него есть претензии к работе этого ведомства. Но невзирая на все эти претензии, на этой неделе стартовал очередной этап электронного декларирования. Он продлится три месяца до первого апреля. Анкеты должны заполнить госслужащие, военные чиновники, судьи, руководители правоохранительных и антикоррупционных органов. Теперь отчитаться о доходах должны представители общественных организаций. Как известно, в прошлом году Верховная Рада приняла закон, который обязывает подавать ей декларации все общественные организации и те организации, которые действуют за счет грантов из-за рубежа. Реакция западных партнеров на такое решение была негативной, а потому документ планировали изменить. Однако для этого не нашлось голосов в парламенте. На фоне старта новой волны декларирования политики принялись вносить изменения в свои декларации перед самим Новым годом. Это сделал и премьер Владимир Гройсман. Почти 9 миллионов гривен он задекларировал от продажи недвижимости. Деньги поступили от компании «Маги Град», а ее конечным бенефицаром оказалась супруга премьера Елена Гройсман. Ей принадлежат 80% капитала компании. Уточнил декларацию и генпрокурор. Семья Луценко получила от сына ценный подарок на сумму 170 тысяч гривен. Ценные подарки Александр Луценко делает родителям уже не впервые. Ранее издание «Наши деньги» писало, что тот зарабатывает на аренде квартир на столичном Печерске. При этом недвижимость записана на бухгалтера Луценко Светлану Руженко. В свою очередь лидер радикалов Олег Лешко обзавелся неземельным участком под Киевом. Его стоимость 300 тысяч гривен. Данные о приобретении Лешко внес в декларацию. Соглашение о купле-продаже политик заключил с экс-народным депутатом Валентином Савицким. Как известно, ранее Олег Лешко купил в Обуховском районе под Киевом дом и два земельных участка стоимостью в 15 миллионов гривен. Вот такие поправки и уточнения. Но это не поправки. Дополнение вносится в электронную декларацию. Смотрите, у нас есть закон, который обязывает, во-первых, всех чиновников подавать до 1 апреля ежегодную декларацию. Как сейчас можно будет сделать. А вторую, в случае так называемых существенных изменений, об этом сообщать сразу после этих изменений. То есть вот это, то что сейчас, это не электронная декларация. Приобрел квартиру, вносишь, да? Продал. Или там недвижимость, да? Вот продал за столько-то, купил. То есть это нужно делать в режиме практически онлайн, там дается несколько дней для того, чтобы это сделать, чтобы был контроль текущий. То есть это еще не декларации. Но в данном случае, из всего, что вы сказали, мне кажется, самое интересное, это вот, так прошло между скобками, как оказывается теперь лица, которые не наделены властью и которых этот закон вообще не должен касаться, будут делать то же самое, что и чиновники. Речь идет об общественных активистах. Это просто форма мести. Форма мести со стороны президента Порошенко и его команды, его коррумпированного окружения против людей, которые разоблачали последние годы их коррупцию. Подумайте, какая логика, в чем был смысл электронных деклараций. Если ты чиновник, ты, во-первых, принимаешь решения от имени народа, во-вторых, ты живешь за деньги народа, поэтому ты должен заполнить электронную декларацию. Общественный активист не сидит на госдолжности, поэтому он не принимает решения от имени народа, он и есть народ. Во-вторых, он не получает денег из бюджета. Но этих людей теперь обязали не просто отчитываться точно так же, как чиновников, но и нести ответственность точно так же, как чиновников. Сделано это с целью отомстить, поставить на место. И самое, к сожалению, страшное, что президент Порошенко летом, прошлого уже 17-го года, на саммите Украины ЕС, везде обещал, мы этот закон поменяем, этот закон должен работать. И так дальше, он обманул не просто украинских граждан, но и европейских чиновников. Этот закон не изменился, эта норма вступила в действие, и теперь каждый партнер президента Порошенко в Европе будет знать, что его цена, грош цена, его слабо. Но тут наиболее популярный, Сергей, аргумент, если этим общественникам нечего бояться, то почему они просто не возьмут и не заполнят эту электронную декларацию? Тогда давайте определимся, а кто следующий? Давайте тогда пусть церковные служащие тоже заполнят, ведь они же тоже влияют на общественное настроение, они тоже... Было предложение, чтобы едва ли не каждый гражданин заполнял. Журналисты, журналисты было предложение. Я предлагаю не путать две вещи. Есть простая налоговая декларация, которую заполняют действительно... Это не электронная декларация. А это электронная декларация, где ты прозрачно сообщаешь, как в лицо, которое находится на госслужбе, о своих доходах, расходах, чтобы контролировать тебя, как чиновника. А в данном случае был совершен прецедент с целью наказания, с целью мести, с целью вендеты, с целью сведения счетов против активистов со стороны президента. И он обязал не чиновникам, а общественных активистов, то есть сторожевых псов демократии, люди, которые от имени общества контролируют чиновников, то же самое делают. Тогда давайте, пусть сотрудники фабрики Рошен тоже это делают, пусть Попы это делают, пусть это делают журналисты, Пусть кто... Вот, Сергей, слушайте, мы с другой стороны, пусть подадут. Пусть подадут, пусть подадут общественники проверять, кто-то станет. 100 деклараций проверили за все это время. В этом году, получается, вот в этот этап будет еще больше деклараций. Если не проверяют, до чего бояться? Все, конечно, не будут. Давайте заполним. Общественник, который будет допекать особенно, например, там, слепым трастом, или панамскими бумагами, или еще чем-то. И он будет надоест президенту. И он поднимет трубку, позвонит своему чиновнику, как его фамилия там, Горощенков или как, который отдавал указания этой Соломатиной. Он позвонит, скажет, Горощенков, ну займись этим, этим надоедливым, как жвачка, чем этим вот, общественным активистом. И он позвонит, Корчак, который на прямой связи, как мы уже это все видели, скажет, слушай, у тебя там миллион триста деклараций, ну там среди всех этих миллионов триста есть один очень докучливый общественный активист. Мне кажется, нужно проверить его декларацию. И этого человека, который ни копейки из бюджета не получил, его с ног до головы обыщут, обыскал. У этого человека нет иммунитета, и он будет просто, как, например, в России с Навальным, да, жертвой преследования за то, что он пытался сохранить деньги граждан Украины. Афанасий Лоханкин в Facebook спрашивает, у вас, Сергей, сколько по вашему премии в этом году выпишет себе Корчак? Я знаю, что она бывало выписывала премии за 200 тысяч гривен в месяц. Сколько выпишет в этом году, не знаю, но, к сожалению, этот человек не соответствует должности. Этот человек должен отвечать перед законом. Что делать с НАПК и что будет с НАПК в этом году? Если опять будет проверено около 100 деклараций за, скажем так, квартал условно, да, электронного декларирования, опять с этим смиримся и будем жить дальше? Мы будем ждать смены власти. Только этого нужно в случае НАПК ждать, да? Ну скажите, вот смотрите, у Януковича были удобные ему министры. Газаров, там, Левочкин, там, Клюев, там, Арбузов, Клименко, они были удобные. Он их добровольно не снимал, они все ему служили. Точно так же у Порошенко есть свои Арбузовы, Клименки, Левочкины и Клюевы. Удобные ему чиновники, которые делают то, что ему нужно. Канаденко собирает дань с госпредприятий, Грановский управляет судьями и прокурорами, а Горощенкова из Корчак управляет инструментом электронных деклараций. Конечно, он от них добровольно не откажется, но к сколькой веревочке не видится, все равно наступит ей конец. И словят их, и будут их судить за это. Они думают, что, может быть, их будут судить за Роттердам плюс, а может и нет. Знаете, Янукович, например, думал, что его будут судить за одно, а его, например, судят за Укртелеком, его там судят за книжку, которую... То есть, на самом деле, для правоохранительной системы важно иметь доказанный состав преступления, объективная сторона, субъективная сторона, объект-субъект. Четыре составляющих. Поэтому, возможно, и Порошенко будет судить не за то, что он думает о глобальную коррупцию, когда его уже инвестбанкир, который для него все это делал, Макар Пасанюк уже уехал в Лондон, там живет, боится, чтобы его тут не арестовали, не допросили. Он думает, он там спрячет свои тайные кошельки. А его можно будет судить за вот это вот. И, к сожалению, человек, который пришел к власти, используя мандат, используя людей, которые жертвовали жизнью, для того, чтобы делать изменения, он допустился до того, что банально сводит счеты. Поэтому эта бескарность, она, к сожалению, временный характер имеет. Она имеет временный характер. Но, с другой стороны, даже согласно законодательству, никто фактически уволить Корчак или других руководителей на ПК не может. То есть нет такого механизма. И это будет продолжаться до тех пор, пока действующий президент имеет у себя в кармане этих ручных чиновников. Хорошо. Не знаю, предположим, уже извините, Лещенко, президент, как поменять механизм? Вот кому должны быть подотчетные на ПК руководители, кто их должен увольнять в случае их неэффективной работы, или каким-либо претензиям к их работе. Потому что было предложение от Минюста, чтобы Кабмину фактически подчинялись. По факту оно и актуально. Но тогда можно будет сказать, что Кабмин может влиять так или иначе на ПК. Как эту проблему решать? Какая модель оптимальная? Во-первых, решается проблема в кабинете на Банковой. Когда оттуда уходит человек, который занимался тем, что управлял в решенном режиме судьями, прокурорами... Ну, ушел. Предположим, ушел. Как правильно сделать? На ПК должны быть... Кто должен контролировать работу на ПК? Никто не должен контролировать. Это должен быть независимый орган. Но вот сейчас независимый, Сергей. Никто не может отстранить руководителей, если к ним есть претензии. Например, в Америке, в Германии, в Америке, в Польше есть парламент, который это контролирует. Есть способы контроля, чтобы это не сводилось к самодурству одного человека. Вот и предлагали руководители фракции Блок Петра Порошенко и Народного фонда, чтобы парламент контролировал НАБУ. Вы помните законопроект, который исчез? Ну, то есть пропал, его сняли с повестки дня. Вот, пожалуйста, вот такая форма парламентского контроля. Вас, кажется, не устроило, да? Потому что в данном случае... Смотрите, не надо смешивать. Потому что, например, смотрите, генпрокурор... Просто парламентский контроль остается парламентским контролем. Я с вами согласен. Но вот зритель сейчас, он думает, ага, значит, вы словили Лещенко на том, что тут он хочет, тут он не хочет. Нет, я хочу узнать, как Лещенко видит идеальную модель работы таких недостов на примере, на ПК. На генпрокурор у нас подконтроль на парламент. По конституции именно парламент назначает генпрокурора и увольняет его. Это же такая классическая модель контроля. И что? Кто-то контролирует Луценко или Шокина контролировали, или Ерему контролировали. Они ходили с папочкой на банковую, получали там указания, с этими папочками шли к себе в кабинет и звонили потом, кому какие дела закрывать, кому какие дела возбуждать, кого с ростом снимать и на какие офшорные счета получать деньги за это. Поэтому, я повторюсь, идеальная модель на бумаге не всегда находит воплощение в жизни, если лидер или руководство страны на другом сориентировано, на другое сфокусировано. Поэтому, может быть, парламентская модель контроля за прокурором, а он полностью подконтролен банковым. Может быть, даже с НЗК была придумана модель коллегиальных органов. Они же не могут все сговориться. А они сговорились. Вот они все сговорились. Поэтому все упирается в четвертый этаж улицы Банковой, где заседает президент. Это одно. Второе, конечно, через законы можно придумать так, чтобы политическое влияние не переходило черту. Чтобы парламент мог контролировать, но не мог, например, своим просто... Чтобы были предохранители, да, проще говоря, за побежники украинские. Конечно. Потому что, конечно, соблазн есть расправиться. И были прецеденты, когда расправлялись. И сейчас, поверьте мне, весь 2018 год, сейчас каникулы, приди выходные, но поверьте, вот вернутся все из отпусков, и весь 2018 год будет идти под знаком, как обезглавить, как прикончить антикоррупционное бюро. Потому что в истории даже Европы, даже во Франции это уже было. Президент идет на выборы, там шел Фион. Фион шел на выборы, все уже его поздравляли, что он будет президентом. Все были уверены, что он победит. Начался коррупционный скандал, связанный с тем, что жена Фиона работала помощником депутата, не работая, только получала деньги. Под откос пошел его рейтинг, он потерял поддержку, во второй тур вышел Макрон, и он стал президентом. Думаете, что Порошенко не читает европейские газеты, он не знает, как это случилось. Он понимает, что если будет как есть сейчас, его могут все считать, что он побеждает. Начнется коррупционный скандал, под откос идет его рейтинг, и он не победит на второй срок, и закончится его карьера. Поэтому для него НАБУ это единственный неконтролируемый орган, который он будет уничтожать весь 2018 год. Поэтому я призываю зрителей об этом быть полностью, к этому быть готовым, и в нужный момент прийти защитить НАБУ против этого распространения. Кратко, проект закона об антикоррупционном суде, у вас об этом не могу не спросить, президентский, который появился на сайте парламента, что о нем скажете, ну, отметьте, не знаю, плюсы, минусы. Во-первых, давайте вспомним историю. Нам президент рассказывал, что нам не нужен антикоррупционный суд. Я был на европейской стратегии, где он говорил. Сергей, не помню, что именно президент говорил, что антикоррупционный суд не нужен. Генпрокурор говорил, что он на палата. Простите, простите. А президент и его сторонники часто отмечают, что президент всегда был за антикоррупционный суд. В сентябре 2017 года, не прошло еще и трех месяцев, президент стоит перед европейцем, перед американцами и говорит, а что, в Америке есть антикоррупционный суд? А что, у вас в Германии есть? Да он есть только в Уганде, только в Малайзии и в каких-то еще африканских диктатурах. Нам он не нужен. Нам нужно, чтобы все были суды независимые. Он не хотел его создавать. Потом приходит бумага из Венецианской комиссии, где они говорят, что нужно. Срочное ДПШ. Происходит переобувание в воздухе. Говорят, да я же всю жизнь был. Да вы что, бес попутал? Я хотел всю жизнь, чтобы был антикоррупционный суд, только вот это вот вы мне мешали. Потом это случилось. Два месяца парламент не отзывал депутатский законопроект. Депутаты Каноненко, Грановский, Ирина Луценко, Дубневич, вся эта приближенная часть к президенту не голосовала. Таким образом, блокируя внесение его законопроекта, затянуло специально до конца года. Он уже его внес под занавес года, когда полстраны уехала отдыхать, половина страны была не до этого. Пытаясь таким образом замести следы, чтобы никто не прочитал его закон. И, конечно же, оттянул опять время. Когда закон попадет на рассмотрение в парламенте, я думаю, его примут не раньше, если и примут не раньше, середины весны, может лета. Он выиграет время и главное слабое место, это, во-первых, временные рамки. То есть, закон, если и принят будет, антикоррупционный суд заработает не раньше окончания выборов президента. То есть, никаких проблем не будет. Все коррумпированные продажи нынешних судей будут не просто судить тех, кто под НАБУ, но принимать по мере пресечения, о залоге и так дальше. То есть, все, что связано с НАБУ, будет дальше идти в наши продажные суды. Второе, этот закон, он позволяет преодолевать вето в отношении кандидатов на должности антикоррупционных судей, в отношении которых есть обоснованные подозрения о их заангажированности, продажности, коррупционности и так дальше. Там есть способ преодоления вето. То есть, то же самое, что, по сути, сейчас произошло с набором в нынешний Верховный суд, который напомнен представителям той же самой коррупированной системы. К сожалению, это замысел, чтобы антикоррупционного суда в чистом, независимом виде не было. Понятно почему? Потому что это вопрос на миллиарды бюджетных денег. Кратко, один телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? С наступившим Новым годом. Добрый вечер. Днепропетровск, Александр. Да, Александр, пожалуйста. Мне уже 70 лет, и никто мне не может объяснить, что номер нашего ВПК. В 80-е годы Южмаш имел ракетное производство и производство тракторов. Так вот тракторы выпускают в таком количестве, что на автостоянках их не могли представить в таком количестве. Почему мы не можем тут вот Малышева соединить с вторым производством Южмаша в выпуску бронетехники? Это раз. Крейсер Украина, который стоит в Николаеве, 99% уже построен. Что в России ракетный крейсер Москва, это противовес ему. Для него закончить, только надо китайцам продавать. И кто вообще занимается военно-промышленным комплексом? Это вообще какое-то позорище. Да, понятен ваш вопрос, Александр. Спасибо большое. Я полностью согласен из Днепра. Я ужасаюсь, потому что мы превращаемся в сырьевой придаток. Смотрите, действительно, хорошо устаревшие технологии, хорошо разорваны цепочки. Но, извините, какой нам предлагают вариант стать аграрной сверхгосударственной, как нам предлагают, которая будет просто выращивать продукцию, она будет уезжать даже не переработанная на экспорт, и мы будем просто работать на самой дешевой технологии, делать самую дешевую работу. Страны, у которой есть такой промышленный, такой интеллектуальный потенциал, это просто унижение. На сегодняшний день, конечно, технологии многие устарели. Но, извините, если вы создадите инвестиционный климат, если вы сделаете так, что коррупционеров будут сажать в тюрьму, что те, кто инвестирует, их права будут защищены в суде, они все равно придут. Время, Сергей. Поэтому проблема упирается в то, что мотивов у руководства страны и президента этого делать нет. Им выгодно то, что они нам делают сейчас. Сырьевой придаток и деньги по карманам для того, чтобы обогащаться, потому что в этом их суть. К сожалению, я уверен, без смены власти мы ничего не изменим. В очередной раз все упрется в выборы президента, а потом парламента. Я был рад вас видеть, Сергей. Я тоже был рад вас видеть. Взаимно. Спасибо, извините за длинные ответы. Нет, все в порядке, большое спасибо. Смогли широко раскрыть текст. Да, да. Зрителям на их вопросы я стараюсь максимально, чтобы тут гостей наших не ужимать, и чтобы они максимально развернуты на ваши, дорогие друзья, вопросы отвечали. Сергей Лещенко, народный депутат Украины, был гостем Большого вечера, который продолжается. Будьте с нами, много интересного впереди. До встречи. Спасибо.